Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сразу хочу сказать, что сегодня я не накрашена, но со мной все хорошо. От меня не ушел муж, я не заплаканная, не ушел, потому что я готовлю определенным образом. Некоторые зрительницы прям-таки пожелали мне в комментариях, чтобы мой муж скорее нашел себе того, кто готовит несколько лучше. Все в порядке, просто я сегодня не накрашена. Хотя сегодня прекрасный день, и сегодня снова многие гуляют в парке, который находится непосредственно у моего дома. Я думаю, что еще больше людей вышли на прогулки, потому что, повторюсь, прекрасная погода. И на самом деле у меня сложилось такое очень странное ощущение, что я как будто бы показываю людей, компрометирую их этим тем, что они гуляют, тем, что, возможно, у нас нет таких жестких и строгих проверок, которые есть у кого-то в других регионах, кто проживает. Сегодня речь пойдет о расслаблении. Я покажу вам прежде всего свое ведро, которое я купила, потому что думала, у меня будет помощница по хозяйству. Мне очень хотелось бы на самом деле сейчас найти человека, я что-то подустала от уборки. Да и вообще мне бы хотелось, чтобы, конечно же, кто-то убирался, чтобы делал это хорошо, лучше, чем я, быстро, за адекватные деньги. Выбрасываю это ведро, как, в общем-то, я и предполагала, потому что у него отвалилась ручка. Вот я только что ее примастила на место, но она постоянно отваливается. И, соответственно, первая вещь, от которой я расслабляюсь, это это ведро. И, скорее всего, следующая вещь, которую я выброшу, это та супершвабра, которая в итоге также была приобретена в комплекте с этим ведром. Что еще я нашла в своей квартире? Сейчас у меня много времени убираться. Я нашла вот такие средства от комаров. Это ультразвуковые средства. Как вы видите, они у нас имеются даже в двух разных исполнениях. Вот таких вещей у меня, наверное, штук шесть по дому. Я их не всегда могу найти. Они лежат в прикроватных тумбочках обычно. Иногда они остаются прямо-таки выключенными на зимний сезон непосредственно в розетках. То есть мне нужно еще хороший рейд совершить, чтобы найти вот такие средства. Дорогие зрители, если вы полагаете, опираясь на определенные комментарии, которые, скорее всего, в нашем мире можно легко проплатить, что вот такие ультразвуковые средства помогут вам от комаров, я совершенно ответственно утверждаю, что нет, это не так. У меня еще парочка моделей, именно моделей, то есть у других производителей есть, потому что когда дети были новорожденные, конечно же, их очень сильно кусали комары, беспокоили во время сна. Соответственно, я подобные вещи покупала и могу со всей ответственностью сказать, что они не работают. Я также выбрасываю два средства. Одно чуть-чуть там осталось, а другое прямо-таки полное-полное, но вы не поверите, как жалко. Хотя, кстати, только сейчас у меня пришла идея попробовать все это на, конечно же, на ванных комнатах, на, прежде всего, раковинах. Я думаю, что будет хороший эффект. Кстати, запишу видео, чем все это закончилось. Это средство для того, чтобы протирать очки. Но ни я, ни мой муж больше этими средствами не пользуемся, так же, как мы не пользуемся влажными салфетками, которые специально смочены, возможно, в подобном растворе. Подобным растворим просто потому, что я рассказывала мне в свое время в оптике. В оптике рассказали о том, что самый эффективный способ, самый безопасный для тем более дорогой оптики, которая достаточно деликатна, самый лучший способ почистить это под струей холодной воды. Внимание, даже если есть на очках фурнитура. Я проверяла это много раз. У меня есть очки со стразами, блестят и переливаются. Так вот, лучший способ почистить, что очки для зрения, что очки для того, чтобы... которые предохраняют нас от солнца, то лучше всего под струей холодной воды ополоснуть. Это позволит всем частичкам пыли удалиться и только потом насухо вытереть. И вы знаете, этот лайфх очень работает. Не нужно под теплую воду ставить, потому что стекла расширяются. Это вредит стеклам вообще, как и пребывание, допустим, на панели в машине, когда очень жарко, мы оставляем, допустим, очки на панели, это тоже очень сильно вредит стеклам. Потому что стекла расширяются, стекла потом сужаются. Очень часто стекла выпущены даже не из стекла, а даже если из стекла. Они имеют специальное напыление, допустим, от бликов. И, соответственно, все это вредит потом и снижает, получается... не снижает, а уменьшает жизнь нашей оптики. Я выбрасываю также акриловые краски. Мои дети очень хотели себе акриловые краски. Я им их купила, и они порисовали, и полы в некоторых местах мы до сих пор не можем отмыть. Благо, что это все-таки акрил, он со временем совершенно точно при большем усилии, конечно же... Кстати, вас не беспокоят звуки с улицы? Сегодня я решила записывать перед открытым окном. Прям-таки захотелось. У нас очень-очень тепло. Кстати, я сегодня в рубашке, которую купила в мужском отделе. А на рубашке у меня не снят антитокейджи. То есть вот этот вот звоночек. Я не знаю, как я просмотрела. Видимо, откуда-то сняли, а откуда-то не сняли. А когда я выходила, не звонила. И, в общем-то, эти краски я выбрасываю, потому что они элементарно высохли. Это первая причина. А даже если можно было бы что-то там выдавить, надавить... Я, если честно, мои дети рисовали 15 минут, потом мы, наверное, час-пятнадцать убирались. Рискую испачкать все попутно, поэтому акриловые краски я выбрасываю. И также я уже выбросила засохшие кисточки, которые мы покупали специально для того, чтобы деточки порисовали акриловыми красками. Это мой свитер. Меня очень многие, мне так приятно, большое спасибо, просят записать видео о коллекции, заформировать коллекцию, доносить и выбросить. Но мне, вот честное слово, нечего донашивать сейчас. И не очень хочется. Я вот чувствую, что выйдя из карантина, мы на самом деле все здесь будем наряжаться. И я думаю, что это будет очень хороший толщок для экономики. С одной стороны, сейчас такая стагнация, а с другой стороны, я лично ожидаю большое желание, не столько покупать, точнее, не столько возросшую покупательскую способность. Она, конечно же, не возрастет, потому что люди месяц без работы. Но я ожидаю как раз-таки желание покупать, наблюдать здесь желание покупать. То есть мы и до этого видели, что подаванки постоянно в зару заходят и с пакетами выходят. Я думаю, что сейчас, после того, как мы все выйдем, тем более сейчас весна, мы все хотим выглядеть хорошо, красиво, мы несколько устали от этой самоизоляции. Я думаю, что будет вот такой бум. И мне не хочется донашивать, что называется. Это свитер, свитер фирмы, фирмы Now. Очень мне нравится эта фирма, простая, соотношение цены-качество очень хорошее. Это, кстати, свитер, который я должна была отдать девушке темнокожей. Я рассказывала эту историю. Я должна была его постирать, потому что часть вещей были чистые, я сразу их отдала. А во второй пакет вошли вещи, этот пакет я даже не показывала, после стирки. Вот могу сказать, что когда я этот свитер постирала, я подумала, что я не отдам этот свитер ей, потому что он очень был заношен, где-то закатан. Вот эти белые, белая шерсть, которая не сходит. Я решила, что я сама доношу буквально этот свитер дома. Но, вы знаете, надев этот свитер дома, он растянулся еще к тому же, и плюс никак не отстирывается, я поняла, что я его тоже донашивать дома не хочу. И, соответственно, эта вещь также уходит из моего дома в это расслабление. Что еще уходит из нашего дома в это расслабление? Очень рада, очень рада сообщить, что в этот раз мы прощаемся с подгузниками. И эти подгузники я отдам, конечно же, своей хорошей подруге. Она сама имеет двоих детей, и маленький ребенок еще, безусловно, нуждается в подгузниках. Но она всегда мне говорит, Яна, если у тебя есть какая-то одежда, и это следующее, что я расхламила, я отдам огромное количество одежды, которую я для своих внуков не оставлю. Так вот, подгузники мы убираем, все-все-все, а у меня огромная, практически не израсходованная пачка, я аккуратно все это сложу в чистый пакет и отдам своей подруге. И также большое количество одежды в этот раз, прежде всего, та одежда, которую носил, но не доносил, не сносил Данечка, эта одежда в хорошем состоянии, я тоже отдам своей подруге. И у нее есть знакомая соседка, точнее, не знакомая, соседка, тоже хорошая ее знакомая, у нее пять детей. И она мне всегда говорит, Яна, любые игрушки, любой текстиль, все-все-все-все, что можешь только отдать, все это пригодится всегда. И также, и также, помимо, получается, детской одежды, я разобрала детскую обувь. Детская обувь, это еще Егоркина, представьте себе, она вообще не сношена, не заношена. Это кожаная обувь, которая вообще очень хорошо носится. Я, конечно же, поняла с годами, что кожаная обувь – это то, что нужно ребенку, потому что ты покупаешь одну пару, она стоит несколько дороже, но ребенок твой, в общем-то, ее и носит, потому что вся обувь из кожезаменителя вот здесь трескается, и ты вынуждена покупать новую обувь, потому что либо ребенок выглядит очень неаккуратно в этой обуви, либо просто-напросто до дыр она очень быстро стирается. И вот такое количество большой обуви, соответственно, я тоже отдам своей знакомой, она либо заберет своему ребенку, либо, соответственно, отдаст соседке, у которой 5 детей. Ну, в общем-то, вот такое расслабление мое на сегодня. Ну, в общем-то, вот такое расслабление мое на сегодня. Я считаю, у меня достаточно хороший улов. Единственное, что хочу добавить, что я не буду показывать, но скажу, что я избавляюсь от всех белых полотенец небольшого размера, так называемых полотенец гостевых. Это полотенца, которые изначально используются для... не столько для рук, как я показала, для лица. И, в общем-то, ну да, помыл руки я, мы их используем в семье, вытер. Эти полотенца просто уже не отстирываются, все мои лайфхаки уже не работают. И я поняла, что самое сложное выловить все эти белые полотенца, которые так или иначе попадают в стирку, ты их стираешь, потом, допустим, муж, либо дети помогают тебе складывать, разносят все это, и снова эти полотенца чистые. Все эти полотенца я, что называется, отловила, отследила и отправила, конечно же, на тряпочки. И скоро я начну записывать видео, это будет первое видео, возможно, их будет несколько, потому что я поняла, эта идея очень-очень многим понравилась. Я расскажу о том, как я каждый год провожу, ну, наверное, месяц-полтора вот этого периода Zero Waste. Я расскажу, что можно перерабатывать, что перерабатываю я сама, чтобы прежде всего сократить отходы. А если идея Zero Waste вам не очень близка, и вы, в общем-то, человек, который, ну, спокойно относится к тому, что каждый из нас производит достаточно большое количество отходов, которые неизвестно, как и когда могут быть утилизированы, то, возможно, опять же, в рамках минимализма эти видео будут вам интересны, потому что эти видео позволят прежде всего понять, понять о том, как много мы лишнего покупаем, как без многого мы можем все-таки обойтись. И это, опять же, видео, которое очень многим помогут в том, что касается самодисциплины, когда ты бодро шагаешь по пути минимализма. На этом с вами прощаюсь, дорогие зрители. Желаю всем хорошего настроения, светлого неба, солнечного неба над головой. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok